Севастопольские вузы должны быть не только образовательными центрами, а и площадками для обсуждения экономики, бизнеса и создания общегородских социальных проектов. Вовлекать в дискуссию нужно как местных, так и федеральных специалистов, а также студентов. Чем больше мнений и идей будет высказано, тем скорее разрешатся вопросы в той или иной жизненной сфере, говорят специалисты. В мероприятии с участием предпринимателей города, правительства города из разных групп, это и молодежь, и в процессе по молодежной политике и так далее. Студенты вовлекаются в обсуждение реальных дел, вовлекаются преподаватели, эксперты, то есть собираются такие группы стратегического развития, стратегического планирования. И вузы могут быть такими центрами, объединяющими различные подходы, центры выработки каких-то новых решений. Кроме того, к работе в местных вузах нужно привлекать как можно больше молодых кадров, отметили на заседании. Средний возраст преподавателей должен быть 45 лет, на сегодняшний день он составляет 50. Но опять же, низкая зарплата и желание есть, а возможности на такую маленькую зарплату у молодых преподавателей нет. Нам в обществе неплохо удалось поднять престиж военных, и заработной платой, и социальными пакетами, и выдачей квартир, и так далее, и тому подобное. Если хотя бы что-нибудь подобное, нужно отводить на систему образования. Так же, как это было раньше. Я не могу назвать паломничеством, но для тех же девчат было престижно всегда работать в высшем учебном заведении, получить диплом кандидата наук. Обсудили также трудоустройство выпускников севастопольских вузов. Чтобы молодые специалисты не оставались без работы, в городе нужно открывать новые предприятия и организовывать рабочие места для молодежи. Если молодым людям будет негде работать по окончанию вуза, естественно, высшее образование тут же теряет свою ценность. Сейчас создается проект стратегии социально-экономического развития города, когда будет понятно, в каком направлении мы движемся. И, естественно, будет формироваться определенный запрос и понимание того, какие специалисты нам нужны. Свои предложения активисты Общероссийского народного фронта в течение недели направят в правительство Севастополя для дальнейшего рассмотрения. Анастасия Синица, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя.